Кэрри Грант в фильме «Удивительные приключения» с участием Мэри Брайан. По роману Филлипса Оппенгейма «Удивительные приключения» мистера Эрнста Блиса. Автор сценария Джон Балдерстон. Продюсер и режиссер Альфред Зейслер. Оператор Отто Хеллер. Композитор Вернер Бочман. В фильме снимались Кэрри Грант, Мэри Брайан, Питер Гоутерн, Генри Кэндл, Леон Леон, Джон Тёрнбулл и другие. Питер Гридирг, Мэри Брайан. Увидительные приключения в ребёнке. Питер Грант, Питер Грант и Юльгервисиε мавиа до зашивали в нелегке, Сlungер Грант и River бошел молодые мудр putвинутые пясли County Джон Тёрнбулл и Bottom. Трёвнёл滅, Девушки отдыхают. Я не знаю, чего хочу. Что-то не так, сэр? Да все не так. А если выпить еще? Не поможет. Я ужасно себя чувствую. Добрый вечер, лорд Хонитон. Здравствуйте. Мистер Блис уже здесь? Ждет вас в баре. Да, занят, как всегда. Добрый вечер. Привет, что будешь пить? Сухой мартини. Девушки уже приехали? Да какая разница. Пойдем, приспи. Кстати, я получил твое письмо, но я не могу одолжить тебе тысячу фунтов. Не волнуйся, мне не следовало просить тебя, но ты же знаешь, я на мели. Дело не в деньгах, ты же знаешь, такие вещи плохо сказываются на дружбе. Забудем, не хочу, чтобы это разрушило нашу дружбу. Не будем о деньгах, я больной человек. Я не шучу, со мной и впрямь что-то не так. В таком случае обратись к Джеймсу Олдроиду. Кому? Сэру Джеймсу Олдроиду. Он эксцентричен, его услуги недешевы, но он прекрасный диагност. Кто-кто? Я не буду повторять. Он точно выяснит, что с тобой. Он лучший врач в Лондоне. Друг мой, хватит страдать на публику. Пойдемте поедим. Да, я проголодалась. Хорошо, идем. Спасибо, мистер Блис. Эрнст, все в восторге от моего браслета. Это так мило с твоей стороны. Улица Харли. Сэр Джеймс Олдроид. Лекарства бесполезны. Этой даме просто нужно уволить пятерых из семи ее слуг и три месяца заниматься хозяйством по шесть часов в день. Боюсь, однажды вы не выдержите и скажете одну из них правду. Лорд Роберт, прошу вас. Погодите минутку. В чем дело? Меня зовут Эрнст Блис. Мне назначено на одиннадцать. Простите, мистер Блис, но вы опоздали на полчаса. Сэр Джеймс примет вас, мистер Блис. А с вами непросто добиться встречи, сэр Джеймс. Пунктуальным людям легко. Еще жалобы? Иначе я бы не прождал полтора часа. Забудьте об этом. Что с вами? Как вы считаете? Не знаю, поэтому я к вам и обратился. Не могу есть, не могу спать, нервничаю. Ничего не делаю, но ощущаю усталость. Ясно. Снимайте рубашку, ложитесь на кушетку. Давление в норме, мышцы слабоваты, но сердце вполне здоровое. Тогда что со мной случилось? Деньги. Деньги? Это же не болезнь. В вашем случае это заболевание. У большинства людей такие проблемы вызывают перенапряжение. На вас подкосилось иборитство. В самом деле? Это так? Ваш отец был умным человеком. Что вы ищете? Галстук. Он на вас. Но он совершил огромную ошибку, оставив вам 2 миллиона долларов, чтобы вы могли бездельничать. Сэр Олдрэд, я плачу вам 20 ген за прием, чтобы получить медицинские рекомендации. Мой совет стоит 50 тысяч. Мне повезло, что вы сделали скидку. Если вы ему последуете. Вы думаете, что нет? Ни один из моих обеспеченных пациентов этого не сделал. Звучит интригующе. В чем он заключается? Что ж. Исчезните на время. Зарабатывайте сами. Живите на несколько фунтов в неделю, если получится. Голодайте, если их не заработаете. Проживите так год, и я гарантирую, вы исцелитесь. Весьма радикальный метод. Конечно, для такого решения требуется немало мужества. Думаете, мне его не хватает? Что ж, лорд Олдрид, до свидания. Всего доброго, мистер Блис. Очевидно, что я вам не нравлюсь. У врачей мало времени. Кроме того, в мире столько настоящего страдания, которое деньги могли бы облегчить. Вам стоит посетить мою больницу в Истенде, если у вас найдется время. Возможно, я сейчас не профессиональный групп, потому что несколько сегодняшних пациентов страдают по одной и той же причине. Слишком много денег. Ладно, сэр Джеймс. Вы только что отказались пожать мне руку. У меня есть предложение. Вашей больнице нужны деньги. Я ставлю свои 50 тысяч, которых, как вы считаете, стоит ваш совет, на то, что я могу последовать вашему совету. Именно так я и сделаю. В таком случае вы извинитесь передо мной и искренне пожмете мне руку. Вам не придется утруждаться. Ваш букмекер, оружейный мастер или ваши друзья легко подыщут вам работу. Вовсе нет. Я возьму только 5 фунтов. Не воспользуюсь именем, деньгами и своим положением. И буду сам зарабатывать себе на жизнь целый год. А если я потрачу свои деньги на свои же нужды, вы получите 50 тысяч. Пустые слова, мистер Блис. Громкие обещания. Боюсь, я не могу воспринимать их всерьез. Из ваших уст. Пока вы не одарили меня этим взглядом, у вас был шанс на победу. Теперь можете не надеяться. Пари расторгнута. Все в силе. Я его выиграю. Где дверь? Слева. Ридженс Парк Гейт. Готово, Глаус. Тяжелые ботинки лучше выложить. Мне придется много ходить. Да. Вот и все. Это мне не пригодится. Верно, сэр. Скажите-ка, Глаус, правда ли, что самая трудная работа на свете ничего не делать? Да, сэр. Именно этим вам и придется заниматься следующий год. Да, сэр. Целый год? Упаковать ваши чемоданы? Все, что мне нужно в этой сумке. Да, сэр. На целый год? Да. Да, сэр. Но ваши вещи? Обойдусь без них. Посмотрю, не забыл ли я чего. Да, сэр. Глаус. Сэр. Проследите, чтобы с этими сигарами ничего не случилось. Это последний весьма удачный урожай. И вино. Особенно портвейны 84-го. Пусть его никто не трогает. Да, сэр. Ваша портмоне. Ах, да. Погодите. Скажите, что это? Пятифунтовая банкнота, сэр. Именно. Будьте свидетелем, что это единственные деньги, которые я с собой беру. Да, сэр. Отлично. Чековая книжка? В ближайший год буду обходиться без нее, я надеюсь. Ложите ее в ящик. Нет, нет, не стоит. Лучше отнесите вещи вниз и позовите меня, когда прибудет акси... Нет? Не волнуйтесь, я сам отнесу. Пора уже начинать. Глаус, все письма и вопросы адресуйте мистеру Кроули. Увидимся через год. Надеюсь, вас не так обремнит ничего не делание, как меня. Но что именно вы будете делать, сэр? Именно этого я и не знаю. Что ж, до свидания, Глаус. До свидания, сэр. Метро. Центральные станции и прилегающие улицы. Станция Степни-Грин. Сдается чердак. Свободные вакансии в Лондоне. Посторонним проход запрещен. Осторожно, грузы. Он потерял работу и поэтому немного задолжал. Мы платим вовремя. Если вы не уступите нам комнату мистера Блиса, мы съедем. Так и знайте. Я не могу выбросить его на улицу, миссис Мэтьюс. Миссис Мэтьюс. Здравствуйте, миссис Хит. Вы устали, дорогой. Может быть, чаю? Вы больше ничего не хотите мне сообщить? Боюсь, вы слышали наш разговор. Не принимайте близко к сердцу. Что ж, спасибо, что заштопали. У вас золотые руки. Они хорошие жильцы, верно? Лучшие из всех. Да, а я не плачу вам уже две недели. Ни слова больше. Если хотят, пусть переезжают. Я же понимаю, вам нужны деньги. Дело не в деньгах. У меня бывали жильцы, которые исправно платили, и те, кто не имел такой возможности. Я разбираюсь в людях. Требуется продавец кухонных плит. Лондон. Желателен опыт работы. Пишите по адресу Кинг-Стрит 148, плиты Альфа. Плиты Альфа лучшие в мире. Что ж, молодой человек, вы хотите продавать мои кухонные плиты. Совершенно верно. Мисс Клейтон, будьте добры, дайте мне форму заявления. Хорошо, мистер Мастерс. Мистер Мастерс, зачем все это? Я ведь перед вами. Поверьте, мистер Мастерс, я впервые в жизни оказался без работы. Вам очень повезло. Но вы вообще-то работали когда-нибудь? Молодой человек, у меня 27 заявлений от опытных продавцов. Почему я должен выбрать именно вас? Ну, послушайте, мистер Мастерс, я расскажу вам правду. Я пытаюсь найти работу уже несколько недель. Скоро мне придется голодать. Мне нужна ваша работа. Представляете, меня наняли. Именно этого я и боялась. Мистер Мастерс никому не отказывает. Я справлюсь с продажей плит. Как вас зовут? Эрнст Блисс. А вас? Клейтон. Выходите на работу завтра, 21 апреля. 5% с продаж, плюс жалование 2 фунта в неделю, мистер Блисс. Приносите ваш заказ мне, и я выдам вам деньги. Спасибо. Вот каталоги кухонных плит. Ясно. Цены. А также книга заказов. Что? Ваша книга заказов. Да, точно, книга заказов. Сейчас вы невысокого обо мне мнения, но я сумею вас. До свидания, мисс Клейтон. Каталог плит «Альфа». Плиты «Альфа». Заказ номер один. Didиии! Субтитры «Альфа»! Субтитры «Альфа»! Субтитры создавал DimaTorzok Ни одной записи? Вы еще не начали? Я понимаю, мисс Клейтон, но за последние три недели я с какими фирмами только не разговаривал и слышал миллион причин для отказа. Плиты слишком большие, слишком маленькие, цены слишком высокие, фирма неизвестна. А может быть из меня просто никудышный продавец. Но я верю в эти плиты. Это хорошие плиты. Мне повезет. Вы выглядите очень усталым. Сделать вам чашку чая? Вы невероятно добры. Мне казалось, я вам не нравлюсь. Бизнес никак не связан с личными чувствами. Позвольте вам помочь. Я беспокоюсь за мистера Мастерса. Он всю жизнь вложил в эти плиты. Все так плохо? Да. Скоро нам придется закрыться. Мне очень жаль. Моя вина в этом тоже есть. Вам не следует так говорить. Вы же старались. А вы что будете делать? Вы живете с родителями? Нет. Мать с сестрой на севере. А я живу в клубе деловых девушек. Не просто сидеть целыми днями в офисе, верно? Это не так уж и плохо. Хотя бы есть работа. Вы ведь сможете найти другую? Если я не сделаю это быстро, придется намекать друзьям, что мне нужно бесплатное питание. Это ужасно. Бесплатное питание? Да. Другого выхода нет. У меня появилась идея. 500 фунтов. Верно. Это значит, что Олдрэд получит 50 тысяч. Почему? Вы ведь проиграете пари. После всего, через что мне пришлось пройти, думаете, я готов сдаться? Но по условиям пари вы должны жить на то, что зарабатываете, не притрагиваясь к наследству. Да, я не могу тратить деньги на себя. Таково условие. Это не для меня, а для другого человека. Послушай, вот что осталось от моей зарплаты. На эти деньги я и живу. Боже мой. Да, хватает только на еду. Бесплатная еда для всех. Оксфорд Стрит 736. Бесплатная еда, приготовленная на плитах Альфа. Готовьте, не утруждаясь, ешьте с удовольствием. Извините. Вам здесь не место, это для бедных. Я здесь по делу. Я хотел бы видеть управляющего. Он там, сэр. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Я покупатель из фирмы Элеман Лимитед. Что ж, присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Мисс, передайте повару, что я пробовал, и нахожу его блюдо просто превосходным. Да, сэр. Неплохая идея. Просто рекламная кампания, чтобы увеличить наши розничные продажи. Элеман Саплайс Лимитед, отдел оптовых закупок. Так вы занимаетесь оптом. Что ж, вам придется встать в очередь. Подождите немного. Мне нужно переговорить с покупателями. Постойте. Вы ведь можете уделить мне пару минут и показать плиты? Что ж, да, полагаю, могу. Идемте. Полагаю, устройство запатентовано. Да, да, патент принадлежит Мастерсу. Мисс, не могли бы вы передать двум покупателям, которые меня ждут, что я буду через минуту? Нет необходимости иметь дело с десятком мелких фирм. Разумеется. Мы сумеем продать все? А пока мы готовы заказать 100 плит. 100? Простите, но больше пока не получится. Нет, да, стандартные условия. Что ж, послушайте, вам нужно обсудить это с мистером Мастерсом. Он вот-вот появится. Зачем терять время? Я сделаю заказ. Заказ? Да, заказ. Заказ. Здесь так шумно, простите. Моя книга заказов, я сейчас ее принесу. Только посмотрите. Мой первый заказ. Что? В новой книге. Ясно. Вот он. Мистер Мастерс, хочу представить вам главу отдела оптовых закупок «Элеман». Доброе утро. Что все это значит? Мы только что заключили договор на продажу 100 плит. 100 плит? Это, конечно, только пробный заказ. Но ведь я уже объяснил, что мы не заинтересованы в опте. Учтите, мистер Мастерс, вместе мы сможем зарабатывать 40 тысяч в год как минимум. Конечно. Но мы... Мы ведь можем хотя бы рассмотреть предложение. Обдумайте его. Я понимаю, сейчас у заняты, так что я позвоню вам завтра. Всего доброго. До свидания. Взгляните. Откуда вы взяли средства на это предприятие? Как раз хотел рассказать. Одолжил 500 фунтов от вашего имени у молодого болвана, у которого денег куры не клюют. Вот все, что осталось. Его адвокат пришлет вам счет. Кстати, можно? Я пытаюсь экономить, так что взял костюм на прокат. Не забудьте про комиссию с продаж. Ах, да. Мистер Мастерс, боюсь, я не могу взять эти деньги. Видите ли, я должен уволиться. Но почему? Вы спасли меня от разорения. Вы должны остаться и стать моим партнером. Близ, вы не можете уйти сейчас. Пожалуйста, не надо. Боюсь, я должен. Здесь все мои вещи. До свидания, мистер Мастерс. Не упустите свою выгоду. Я предлагаю вам партнерство. Отказ не принимается. Пойду осмотрюсь. Мисс Клейтон, я не прощаюсь. Вы безумец. Да, вероятно, так это выглядит, но... Послушайте, когда я устроюсь на работу, могу я позвонить и пригласить вас на ужин или еще куда-нибудь? Что ж, нечего тянуть кота за хвост. До свидания. У Банелли. Добрый вечер, сеньоры. Добрый. Можно? Как насчет курицы? Сегодня удалась. Комневался? Две курицы и... Да. Спумони? Спумони. Два спумони. И два кофе. Два спумони и два кофе. Какой вы любите? Черный. Два черных кофе. Два черных. Я попробую. Хороший выбор. Надеюсь, вы правы. Тебе следовало позвонить мне раньше. Даже если бы ты сидел без работы, я бы заплатила за ужин. Разве дамы платят за ужин? Мне бы такое в голову не пришло. Обошлись бы без вина. Что ж, давай поднимем бокалы. За твою новую работу? Нет, за наш первый ужин. За нас. Очень неплохо. Чудесно. Хотя и недорого. Думал, на вкус будет как чернила. Это волшебство. Как и ты. Именно ты превратила дешевое еду и вино в пищу богов. Мне кажется, он поставил музыку для нас. Для тебя. Синьоры не желают потанцевать. Джузеппе был бы в восторге. Спасибо. Забавно. Моя любимая мелодия. Она превосходна. Давай потанцуем. Я ухожу от мистера Мастерса. Правда, почему? По той же причине, что и ты. То есть? Ты ему отказал, так что он хочет сделать партнером меня. Партнером? Старый пройдоха. Я так не думаю. Я к нему привязалась. Он хочет жениться на тебе? Не уверена. Мы ведь работаем в одном офисе. Да. Послушай, Фрэнсис, что он может предложить такой молодой девушке, как ты? Стабильность. Ясно. И что ты будешь делать? То же, что и ты. Поищу что-нибудь другое. Молодец. Но это непросто. Машина на прокат. Что ж, водите вы сносно. Но это не все. От вас требуется пунктуальность и учтивость. Да, сэр. А как насчет униформы? Униформа стоит 10 фунтов. Мы ее вам предоставим, но вы оплатите из зарплаты. Фунт в неделю мне. Хорошо, сэр. Отчитаетесь в 7 утра. Да, сэр. Добрый день. Вас приняли на работу? Да, да. Я так и думал. Старая униформа как раз вашего размера. Здесь нельзя курить. Спасибо. Правила такие. Минутку. Что там с униформой? Всех увольняют через 6 недель. Всегда. Я думал, увольняют за провинность. Так и есть. Вы же не думаете, что безупречно, верно? В ваших словах есть доля правды. Какого черта вы делаете? Простите, сэр, не знал, что вы захотите припроковаться здесь. Кто вам права выдал? Что вы за водитель такой, если... Эрнст. Ронни, это ты. Как дела? Ты давно нигде не появлялся. Да, решил ненадолго пропасть с горизонта. Если у тебя проблемы, могу помочь тебе с деньгами в память о нашей дружбе. Забавно, я ведь в последний раз отказал тебе в помощи. Да, тебе должно быть стыдно. Я не ожидал от тебя отказа. Что ж, Ронни, это очень любезно с твоей стороны, но... Не надо. Спасибо. Ладно. Эй, Ронни. Извини, меня зовут. Хватит спорить с шофером. Это Эрнст Блисс. Он работает шофером. Неужели? Я хочу с ним поговорить. Нет, подожди. Я хочу поговорить наедине. Разумеется. Эрнст. Клэр! Ты с Ронни, да? Да. Что ж... Если тебе потребуется хороший шофер, я к твоим услугам. Не стоило вот так надолго пропадать, только потому что удача от тебя отвернулась. Да, Клэр, но зарплата шофера... Знаю. Даже на годовую зарплату шофера не купить ни одной из вещей, что ты мне дарил. Ты права. Но не забывай про чаевые. Нам дают чаевые. Ты не изменился. До свидания, Эрнст. Счастливо. Не понимаю, мне доставили их сегодня. Один я вчера оставила в его машине, а второй — его копия. Я тоже кое-что расскажу. Пока я сегодня одевался перед выходом, ко мне пришел курьер и принес конверт с десятью тысячными купюрами. С тысячей фунтов? Забавно, но когда мы вчера разговаривали с Эрнстом, он напомнил мне, как однажды отказался одолжить тысячу. Бессмыслица какая-то. Определенно. Больница доктора Олдрейда. Я знала, что вы не сможете проигнорировать вызов. Это в 20 милях. Возьмете перчатки? Нет, спасибо. Хотя положите одну пару. Я позвоню вашему шоферу. Нет, нет, не будите его. Вызовите с гаража шофера, которого присылали в прошлый раз. Слушаю. Да. Кого забрать? Доктор Олдрейда. Да. 19. Док Роуд. Поплер. Хорошо. Смит. Да. Возьми и поезжай. Моя смена закончилась. Хорошо. Пусть к доктору едет близ. Да, сэр. Отправляйтесь домой, как только все уберете. Спокойной ночи. И вам, доктор. Вы знаете, куда ехать? Да, сэр. Поезжайте как можно быстрее. К бильярдцу и кейзу. Да, сэр. Теперь все будет в порядке. Можете не волноваться. Благодарю вас, доктор. Мне сказали, что вы приедете, если вам отправить телеграмму. Я не поверил. Не знаю, что сказать. Сколько я... Нисколько. Я поеду домой и посплю. Харлис, 37. Вы хороший водитель. Простите, что так вас задержал. Я бы лучше пожал вам руку вместо чаевых. Можно и то, и другое. Нет, я еще не выиграл пари. Что вы имеете в виду? Ну, в следующий вторник будет 7 месяцев. И поверьте, первые 7 месяцев самые сложные. Доброй ночи, сэр. Ну, надо же. Не работает. Эй, там. На кухне. Франсис, послушай. Представь, что у тебя много денег. Например, выиграла в лотерею. Что ты с ними будешь делать? Я никогда не выигрываю. А вдруг? Что ж, в таком случае... Я бы купила одежду. Много-много одежды. Приобрела бы большую машину, шофера. Если ты так отчаянно этого хочешь, Мастер смог бы все это тебе предоставить, верно? Да. Мои друзья играют специально для синьорины. Вы просто чудо. Джузеппе, вы должны быть владельцем, а не главным официантом. Это моя мечта. Франсис, ответь мне. Ты бы вышла за бедного человека просто потому, что он любит тебя. Нет. Я просто так спросил. Странно было бы, если бы ты сказала «да». Можете быть с вами. Да, сэр. Но я хотел бы поговорить с вами. Да, сэр. Можете в четверг утром? В десять. Здесь, сэр? Нет, у меня. Риджинс Парк Гейт, одиннадцать. Риджинс Парк Гейт? Да. Квартира шесть. Вы... Вы сказали «квартира шесть»? Да. Риджинс Парк Гейт, одиннадцать. Прошу вас, дорогой мой друг, присаживайтесь. Располагайтесь поудобнее. Мистер... Как вас зовут? Браун. Браун. Эдвард Браун. Браун. Неплохую сигару вы курите. Да. Превосходное качество. Их осталось мало. Жаль это слышать. Вы, наверное, волнуетесь. Выпейте Портвейна. Спасибо. Вы неплохо устроились, мистер Дорингтон. Портвейна 84, верно? Да. Так хорош, что даже жаль его пить. Да, не могу не согласиться. Как вам эта квартирка? Неплохая. Принадлежит молодому человеку, который сейчас путешествует. Он оставил слугу за главного, а тому нечем было заняться. И он начал делать ставки на собачьих бегах. Сдал мне квартиру, чтобы подзаработать. Скажите, а где он сейчас? В своей комнате. Виски пьет. Ясно, вы пьете Портвейн, а он виски. Да, но мы все курим эти сигары. Да-да, как одна большая дружная семья. Да. У вас есть сигареты. Хотите осмотреться? Да, вы меня заинтересовали. Идемте. Разумеется, после переезда я внес улучшения в интерьер. Да. Да, взгляните-ка. Сам его купил. На Калидонском рынке. Изысканно. Да, заставляет задуматься. А вот, взгляните-ка. По словам слуги, стоит несколько тысяч. Хозяин держал ее в холле. Это жемчужина его коллекции. Я немедленно переставил ее сюда. Понимаю, мистер Дорингтон, не хочу показаться бестактным, но зачем вы меня пригласили? Я вам покажу. Ничего не бросается в глаза. Вы о чем? Это Эрнст Блис. Болван-хозяин этой квартиры. Вам не кажется, что он похож на вас? Да, теперь, когда вы сказали, я начинаю замечать. На что такой человек, как вы, готов ради 10 тысяч фунтов? Ради 10 тысяч? Да почти на все, кроме убийства. Молодец. Мы понимаем друг друга. Вполне. Мы многого добьемся. Я несколько месяцев учусь подделывать подпись Эрнста Блиса. Его чековая книжка в этом ящике. Как думаете, сколько у него на счету? Понятия не имею. 160 тысяч фунтов. 160 тысяч? Только подумайте, столько денег, и они никому не нужны. А нам могли бы пригодиться. И как мы собираемся это исправить? Так. Выдайте наличными 30 тысяч фунтов. Эрнст Блис. Вы это обналичите? Нет. Вы. Так вот, что вы задумали. А почему вы считаете, что мне это сойдет с рук? Как только вы наденете один из костюмов Блиса, вам немедленно выдадут деньги. Просто, не правда ли? Да, но что помешает мне уйти со всей суммой? Я. Одевайтесь. Я пойду с вами. Подождите. Вам лучше остаться здесь. Доброе утро. Давно не виделись. Рад снова видеть вас, мистер Блис. Крупная сумма, верно? Да, немалая. Прошу прощения, мистер Блис. Но вы сами это писали? А почему вы спрашиваете? Предположение абсурдное, поскольку вы сами обналичиваете чек, но он выглядит необычно, как будто подделан. Поздравляю, вы профессионал. Мистер Блис, что это значит? Сейчас некогда объяснять. Просто возьмите ненужные бумаги, положите их в конверт и передайте мне. Ну что? Все в порядке? Деньги получили? Расслабься, не переживай. Все прошло просто идеально. Нам выдали всю сумму. Это оказалось легче, чем отобрать конфету у ребенка. Никто ничего не заподозрил. Не трогай пистолет. Ты что, решил оставить нас на бабах? Нет, я не пытаюсь вас обмануть. Просто вы совершили роковую ошибку. Вам повезло, что в банке меня узнали и не вызвали полицию. Убирайтесь отсюда. Ты о чем вообще? Что за игру ты ведешь, Браун? Я не Браун, я Блис. Точнее, болван-хозяин этой квартиры. Как тебе это нравится? А зачем тебе обналичивать чек? Как вы справедливо подметили, на этом счету много денег. Я хотел выяснить, распознают ли в банке подделку. Да ладно. Придумай историю подостовернее. Ясно, вы не верите, что я Блис. Будь мы в банке, я бы легко это вам доказал. Он дурит нам голову. Деньги у него, я уверен. Ну же, отдай нам конверт. Да, верно. Отдай деньги, Браун. Хорошо. Отдай. Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... Осторожно, моя ваза Что за шум? Глаус, вы ударили его этой бутылкой? Да, сэр Глаус, это же был отличный портвейн Не переживайте, Глаус, я все понимаю Поверьте, сэр, когда нет работы, это неправильно Ничего не делал, не оказалось непосильным трудом Разумеется, я сам от него пострадал Сэр Кстати, оставшийся портвейн лучше приберечь для праздника Да, я собираюсь жениться через 4 месяца Сэр, а что вы будете делать дальше? Мисс Клейтон, мне нужна не просто машинистка Я не совсем понимаю Через ваши руки будут проходить все платежи Это требует доверия, дружбы, я бы даже сказал, интимности Вы можете мне доверять, мистер Монтегио? Присядьте, пожалуйста Спасибо Вы можете приступить к работе немедленно? Я могу увеличить ваши жалования, если мы с вами поладим Я на это надеюсь, мистер Монтегио Монтегио сказал, что я нужна ему для подготовки важной сделки Вряд ли ему нужно только это Куда он тебя увозит? Я не могу себе позволить потерять работу Я в состоянии о себе позаботиться Что-то мне подсказывает, что у его машины отхажет двигатель Так вот, зачем ты спрашивал, где он держит машину Ну, можно взять машину на прокат Так скажи его секретарю, где ему следует это сделать, ясно? Идем Хартс-Ис работает круглосуточно Добрый вечер, мистер Монтегио Все готово Отлично Куда поставить, мисс? На стол И закажите что-нибудь выпить Спасибо, сэр Идемте, мисс Клейтон Неплохого шофера вы нашли Здесь жарковато, не правда ли? Присаживайтесь, мисс Клейтон Спасибо Устраивайтесь поудобнее Я закажу вам коктейль Икру подавать? Да, поставьте на стол Спасибо Простите, моя дорогая Я должен узнать, прибыл ли мой деловой партнер Разумеется, сэр Водитель Да, сэр Вы хотели бы заработать пятерку? Разумеется, сэр Тогда повозите с вашим мотором А после ужина Доложите мне Доложить что, сэр? Ну, что машина сломалась Поезда уже не ходят К тому же, на дорогах сильный туман Так что, сегодня в Лондон вернуться невозможно Справитесь? Да, я ничего не забуду Умница Вот незадача Плохая новость Моего друга задержал туман Не волнуйтесь, дорогая Давайте отужинаем Вдвоем Только вы и я А потом вернемся в город Я бы не хотела здесь задерживаться, мистер Монтегу Завтра с утра Мне на работу Не переживайте, дорогая Идемте Идемте Забудем на сегодня о работе Присаживайтесь Вот так Оставьте Я об этом позабочусь Разумеется Прекрасная икра Веселье начинается Вы совершенно правы Фрэнсис, мы уезжаем Я забираю тебя в Лондон Как вы смеете? Умолкни Я буду жаловаться Молчать Подожди меня в машине, милая Убирайтесь Ешь свою икру У вас еще хватает наглости после вчерашнего требовать жалования Вам повезло, что мистер Монтегу не заявил на вас в полицию Так мое жалование за четыре дня пойдет в ваш карман? Вовсе нет Кстати, униформа не оплачена Так что верните ее Да, бедняга, которого вы возьмете на мое место Будет вам платить за нее по фунту в неделю Верните А не то я в суд подам Вон Но, мистер Эдвардс, если бы парень не спас девушку Представляете, что Монтегю мог бы с ней сделать? Это не наше дело Спасибо, Билл, не стоит Кстати, Бронсон Последнее время ты плохо работаешь На тебя жалуются Он же не имеет отношения ко вчерашнему У него жена и дети, вы не можете его уволить? Не могу Вот когда этот гараж станет вашим, мой лорд Тогда и будете приказывать Но не раньше Минутку Первая толковая мысль из ваших уст Пока, Билл Нет, Кроули, не пытайся сбить цену Я готов купить гараж за эти деньги Послушай, когда заключишь сделку, уволь Эдвардса Эдвардса Он сейчас управляющий И назначь на его место механика Билла Бронсона Нет, Бронсона Нет, нет Б-Р-О-Н Бронсон Бронсона Да, точно Мне обещали, что завтра утром я получу работу в автобусном парке Через несколько недель все изменится Недавно мне приснился сон Это был сон о Золушке Я был и феей крестной, и принцем Эрнст, у тебя же ничего нет Я подвела семью Ничего не добилась А если выйду за тебя? Ты выйдешь? Я сошла с ума Нет, Фрэнсис За всю жизнь я лишь дважды заключал пари Я выиграю оба Что за пари? Первое неважное, второе я заключил после того, как встретил тебя Да? Да Я поклялся себе, что ты выйдешь за меня Продавца плит, шофер Эрнст Ты выиграл пари Какая же я дура Значит, деньги все же не самое важное Нет Я люблю тебя Телеграммы для мисс Клейтон Будете отвечать? Минутку Фрэнсис Клейтон, клуб деловых девушек Белгрейф Роуд, Лондон Прибываю сегодня вечером Мама Несправедливо было сообщать тебя об этом до того, как я узнала, что ты потеряла работу Так доктор говорит, что Хелен не спасти, если не сделать дорогостоящую операцию Ты правильно сделала, что приехала В конце концов, я же сестра Ты все равно ничего не сможешь сделать Это всего лишь безумная мечта Мечты не сбываются Не у таких людей, как мы Нет, все будет хорошо Мы отправим Хелен в Швейцарию У тебя нет работы Но я знаю, кто мне ее даст Человек, который ко мне неравнодушен Это хороший человек, мама Обеспеченный Он хочет жениться на мне Компания «Альфа» Нет, мисс Клейтон съехала Новый адрес? Боюсь, я его не знаю Две недели прошло И ни слова Даже не удалось узнать, куда она переехала Она забрала вещи Раз вы все время тратите на поиски этой девушки Полагаю, работу вы бросили Конечно, мне пришлось Но если вы возьмете деньги у меня И купите ей платье, драгоценности и все такое Как же ваши пари? Осталось несколько дней А на кону 50 тысяч фунтов Да заплачу я эти 50 тысяч Вы не понимаете? Пари может стоить мне Фрэнсис Боюсь, не понимаю Что ж, я хотел, чтобы она приняла меня таким Каким меня узнала Нищим Но это несправедливо по отношению к ней И вы собираетесь потерять 50 тысяч Только ради удовлетворения прихотей этой девушки? С вами бесполезно говорить о любви Вы совершенно правы Возможно, она исчезла, потому что у нее появился другой интерес Чепуха Она любит меня Она сама так сказала И не было у нее никого другого Она бы так не поступила Она не могла О чем бы вы ни думали, боюсь Она именно это и сделала Компания Альфа Плиты мне понравились Заключим сделку? Скажите, мисс Клейтон работает здесь? Да, но она не приходит рано Она ведь обручена с мистером Астерсом Ясно Отлично Что вы задумали? Если вы повесите эту табличку, я смогу с ней пересечься Лифт не работает Не волнуйтесь, это дружеская шутка Здравствуй, Фрэнсис Я боялась, что ты меня найдешь Что случилось? Почему ты не смотришь на меня? Я выхожу замуж за мистера Астерса До свидания, Эрнст Доброе утро Боже, лифт не работает Не повезло, да? Двенадцатый этаж, да? Я провожу тебя до офиса Фрэнсис Я всюду тебя искал Я бросил работу Возможно, последнюю в своей жизни Уходи, пожалуйста Мне и без тебя тяжело Помнишь стихи Браунинга «Последняя поездка вместе»? Хотя бы пройдемся вместе? Но, Фрэнсис, мы должны объясниться Почему ты сказала, что тебе тяжело? Ты знала, что если появлюсь я Ты не сможешь вернуться к Мастерсу Пожалуйста, не надо, Эрнст У таких людей, как мы Нет шанса на счастье Мы не можем быть вместе Скажи, ты любишь этого короля плит? Так значит, ты выходишь за него из-за денег? Да Теперь ты уйдешь? Нет, я хочу понять Я думал, то, что было между нами важнее денег Я не могу позволить, чтобы ты так обо мне думала Послушай Эрнст, дело не во мне Моя сестра серьезно больна И у меня нет другой возможности ей помочь Милая, почему ты ничего мне не рассказала? У тебя свои проблемы И ты ничего не сможешь сделать А я-то подумал, что ты пошла на это ради мехов, драгоценностей и машин Это все не важно Теперь ты понимаешь, почему я должна так поступить? Прощай Теперь отпусти меня Будет только хуже Нет, Фрэнсис Я должен с тобой поговорить Браслет с бриллиантами Три дамские сумочки Два кольца Бриллиантовые серьги Брошь с бриллиантами Заколка с бриллиантами Шкатулка Где дамское белье? Джузеппе Радушный хозяин Да-да Послушай Теперь, когда ты хозяин заведения, не завышай цены на ужин А если к тебе зайдут не слишком богатый парень с девушкой Угости их вином А счет отправь мне Ваше слово для меня закон Отличный парень Так и не научился отличать дифференциалы от интегралов Клэр, Ронни Здравствуй, Эрнст Спасибо за деньги В следующий раз пришли пару тысяч, ладно? Я знаю, кого я должна благодарить за подарок Не стоит Кое-кому это может не понравиться Ясно Пойдемте, я вас представлю Мисс Уиндом, лорд Хонитон Приятно познакомиться Здравствуйте, дорогая Это вы прислали мне деньги Я не могу Не могу найти слов, чтобы выразить вам свою благодарность Нет, нет Миссис Хит, вы были так добры ко мне Многому меня научили Вы тяжко трудились всю жизнь Теперь я о вас позабочусь Благослови вас, Господь Джузеппе, иди-ка сюда, присядь Это миссис Хит, она умеет похищать людские сердца Мистер Блис, прекрасный человек, верно? Примите мои извинения Хоть я и проиграл пари Вам оставалось всего три дня Вы выиграли Последовали моему совету Я не могу принять чек Сэр Джеймс, дело не в пари Видите ли, вы все равно получите 50 тысяч Я так решил той ночью, когда отвозил вас за город Ну, а теперь, когда вы, мои друзья, все те, кто был так добры ко мне, собрались вместе Я хотел бы представить вам свою жену Фрэнсис, ты готова? Все ждут только тебя Милая Ты плачешь? Что случилось, малышка? В сказке Золушка не плачет Но мы в реальной жизни Я слишком счастлива, чтобы сдержать слезы На русский язык фильм озвучен фирмой Позитив По заказу телекомпании